Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Знаете, вот в процессе чтения вашего текста у меня столько поделось такое ощущение, что те чувства, которые вы сейчас испытываете по отношению к мужчине, вот, та любовь, вот, влюбленность, как вы ее называете, вот. У меня есть такое ощущение, что эти чувства, это чувство, это чувство к вам самой. У меня есть такое ощущение, есть ощущение, что в этом мужчине вы, возможно, впервые в жизни позволили себе себя любить, вот. Позволили себе быть самой собой, позволили себе что-то почувствовать, может быть, отдаться этим чувствам. И отдавшись этим чувствам, вы поняли, как прекрасно это, вы поняли, как здорово это, вы поняли, как это окрыляет, как это делает жизнь насыщенной, яркой, и существование делает куда более интенсивным, вот. Но вы продолжаете фиксироваться на мужчине. Итак, с мужчиной встречалось три месяца, но знакомы мы лет восемь. Он на то время был женат, но мы сразу нашли общий язык. Здесь непонятно, вы были знакомы восемь лет, с мужчиной начали встречаться. С мужчиной вы встречались три месяца, то есть восемь лет вы друг друга знали, но, значит, поскольку он был женат, да, вы, получается, в отношении с ним не вступали. Ну, вы знаете, честно говоря, как это выглядит для меня, так это то, что вы восемь лет, получается, человека ждали. Ну, потому что нет информации о том, что вы были в отношениях, по крайней мере, я этого не заметил, заранее извиняюсь, если что-то, ну, если он что-то пропустил или забыл, заранее извиняюсь, но вот по моим ощущениям, вы его ждали, да, то есть вы говорите, никаких отношений у нас не было, у меня табу на женатых. Вот опять же, да, вы пишите, бро, табу на женатых. Что здесь важно? Важно то, что вроде бы, с одной стороны, и верно, да, действительно, ну, с женатыми как бы лучше не встречаться, потому что редко, когда женатые мужчины уходят от своих жен, вот. С одной стороны, да, это так, вот, но это с одной стороны так, а с другой стороны, ведь неизвестно, как все повернется, а с другой стороны, может быть, человек, там, встретившись, допустим, ну, повстречавшись немножко с вами, например, поймет, что, ну, что живет не той жизнью, которую он хочет, например, вот. Поймет, что по-другому хотел бы, например. Поймет, что нужно ему, там, условно говоря, совсем другое, вот. Ну, и кроме этого, то, что вы пишете про табу, про табу, говорит о, возможно, вашем, ну, каком-то вот негативном, негативном, неприятном опыте взаимодействия с, опять же, женатыми, женатыми мужчинами. Общегались? Было такое. Узнала, узнала о его разводе я полтора года назад, на Новый год, пришел покупать игрушки детям. У меня аж мурашки по коже пробежали. Ну, что здесь нет, про то, что вы, по сути, влюблены в него были, вот, получается, все эти восемь лет. Вы ждали его. Вопрос только в том, да, вот, что это за чувствуете. У меня ощущение, что вы мужчину идеализируете, вкладываете в него то, что вам, вот, не хватает самой. Потом позвонил, предложил встретиться. У меня выходных не предвиделось. Остановилось на том, что я позвоню ему, что я не сделала. Потом корила себя целый год. Еще один важный момент. Вы чего-то просто не делаете. Нет, здесь важно понимать, что вы не должны. То есть нет такого, что вы должны. Вот, значит, обязательно были ему позвонить, да, поскольку вы обещали. Нет. Не позвонили, не хотели, не хотели, ну, не позвонили, да, не захотели, и так далее. То есть не позвонили, не позвонили. Дело не в этом. Вы не должны. Дело в другом. Тот факт, что вы себя корили, говорит о противоречиях внутри вас. Тот факт, что вы себя корили, говорит о том, что вы как-то до конца, видимо, не замечали, да, не замечали или не замечаете своей мотивации. То есть, ну, вот я не позвонила, а мотив-то какой. То есть, вот, то есть, вот я не позвонила, а хотел это я чего? Например. Или, или боялась я, или, там, ну, еще что-то. Понимаете, да, понимаете, да, в чем, в чем здесь важность, момента? То есть вы вроде бы говорите о том, что я не позвонил, а себя корило. Это понятно. Вы себя корили. Так, а произошло-то что? Произошло-то что с вами, что вы ему не позвонили? Вы же вроде бы как, ну, сами говорите, что, ну, что договорили. Что позвоните, но не позвонили. То есть, вы себя, в данном случае, получается, корите, в том числе, потому, что не до конца осознаете мотивацию твою. То есть, не позвонили, не позвонили, а что с вами происходило? Вот. Ну, и чувство вины, это вот история про мотивацию, немножечко другую. То есть, я, когда не позвонил, я хотел, на самом деле, чего-то другого. Отсюда вина. Так, значит, через год в ноябре, а чего вы год-то ждали? Он поздравил меня с днем рождения, не скрываю, я была очень рада. Вот, и здесь вот некоторая пассивность у вас, ну, прослеживается. Вот. Пассивность, на мой взгляд, это история про доказать. Это история про то, чтобы человек доказал мне, что я ему важна. Вот. Понимаете, да? Да. Вот, этот момент, он, на мой взгляд, очень важный. Очень важный. Вот. Потому что, скорее всего, это один из определяющих аспектов. Вот. Он рассказал, почему развелся потери доходов от бизнеса при коронавирусе, и не только. Зачем вы это пишете, в данном случае, нам? Инициатива исходила от жены, о чем она потом пожалела. Опять же, вроде бы подробностей, совсем понятно, зачем это нам. Она сама в взаимодействии не работала, она рассказала, что уезжал по делам, пытался наладить свое тело, но пока ничего серьезного не намечал. Есть ощущение, что вы сравниваете себя с его бывшей женой. Есть такое ощущение. Ну, вы сами, в общем-то, немножко позже это подтверждаете. Так, о том, что за этот год пытался даже с кем-то построить отношения, но после первой встречи оба поняли, что не то. Это вот вы все к чему. Итак, ну, значит, мы опять, как и всегда, нашли общий язык сразу. Только вас, очевидно, это пугает. Вас пугает сближение, судя по всему. Он сразу сказал, что уедет снова через два месяца, тоже с работы, но остался еще на один. Хотел остаться еще на полмесяца, но продлить аренду за жилье не получилось. Опять же, вроде бы по обробностям, но зачем она, в данном случае какой. Ну, то есть, для психолога, как бы, какое значение должны иметь, по вашему мнению. Так он ехал в спешке, квартира в другой стране была оплачена, мы даже не попрощались с толком. Ну, есть ощущение, что он тоже боится сближения. Вот, как и вы. При этом он спрашивал, что я буду ли я к нему приезжать, строил планы на совместный отпуск, хотя ничего не просил, но сказал, что да. А, тут как-то очень неопределенно, у меня такое ощущение, что вы, знаете, так вот, ну, между делом, как будто, вот, ну, между делом, значит, этот момент обсудили, да, между делом, вроде бы. То есть, вроде бы, обсудили этот момент, а в то же время, как-то, вот, ни к чему не пришли. Он даже помощь моральную и немного материальную, если надо, предлагал, вот, опять же, вот здесь, если надо. То есть, как бы, подробность, это вот она, к чему? То есть, ощущение, что вы вот здесь как-то пытаетесь все объяснить. Ну, это брикантер Оли, наверное, немножко, немножко простит, как мне показалось. А, если я хочу сюда открыть, если есть идеи, но сама не знаю как. Он уехал, у меня нервы не выдержали, я давно хотел уволиться с работы, о чем он знал. Опять же, в скобочках это пишите, к чему это. Я просто хочу понять, ну, к чему, вот, что вы вкладывали-то, когда это писали. Он даже знал, что я не проще переехать, чтобы просто отдохнуть. У меня крыща снесла, как будто корни отрезали, сейчас сил никаких нет, ничего не хочется. Так уже 6 месяцев, я плачу каждый день, ему ничего не говорю. А почему ничего не говорите ему? Не доверяйте? Боитесь открыться? Вот вы пишите, крыща снесла, в смысле, ну, то есть, что изменилось-то. А, дальше, значит, так, я уехал к брату в другую страну на 3 месяца, чтобы посидеть с крестницей, пока не устроится. А теперь я эту страну ненавижу, мы планировали съездить в наш совместный отпуск, а что не получилось. Ну, то есть, что не получилось, что не поехали. А, я была самой печальной и разбитой. Есть ощущение, что вам не искренне об этом поговорить. Некому выразить это, что вы чувствуете. Ещё брат сказал, что если я захочу устроиться и остаться, он мне пока ничем не может помочь. Я не знаю языка. Если когда-нибудь, если я когда-нибудь, если не смогу устроиться в жизни, у него дела пойдут лучше, я захочу приехать к ним, он меня примет. А при чём здесь это? Так скажем, к чему? Хотя, люди, которые помогли им, сразу предложили при получении паспорта вернуться, куда вернуться, непонятно. Как это относится к вашему вопросу, тоже непонятно. Правда, его друг через три недели предложил стать мне любовницей его. Отказ он получил сразу же, хоть и не угомонился до того, пока я находился там. Пять-чуть здесь, как будто бы вы просты. Говорите же, что отказ получил сразу же. Как будто бы, знаете, даже не стыдь, а как какое-то вот, какое-то вот, желание остаться вот в образе. То есть, в определенном каком-то образе, в определенной какой-то позиции. Сестра друга предложила познакомиться с парнем, она видела нас с парой и отказался. Я влюбилась, как дура, в свои сорок, первый раз, со мной такого раньше не случалось. Это довольно интересный момент, что в сорок лет, получается, вы влюбились впервые. То есть, опять же, ну вот, вы избегаете своих чувств. Если вы влюбились впервые за сорок лет, то, конечно, это чувство вас просто накроет, его важно проживать. Когда я напишу смс и звоню, всегда отвечаю, всегда добрый, ласковый. Если я прошу совет, всегда ответит, если я даже не в живую компетенцию. Вот опять же, подробность. К чему? Ну, к чему это подробность-то? Это вообще-то не очень хорошо, что человек играет, когда он советует, что не в живую компетенцию. Но больше ничего. И сам он мне не пишет и не звонит. А вы? Вы же тоже пассивно себя ведете. Видите, да? Вы, как бы, говорите про него. А сам он в курсе, что я по нему скучаю. И даже лайк оставит на мои сообщения. Откуда вы знаете, что он в курсе? И что еще? Помимо того, что вы скучаете, он знает, потому что скучать можно по-разному. Так, он даже как-то мимолеттно обмолвался, что если бы не обстоятельства, и то, что он сейчас многого не может себе позволить. Это оправдание. Как и вы, он боится близости. Я не прошу меня содержать. А вы ему-то об этом сказали? Если да, то как? Его бывшая никогда не работала. Никогда не позвонились. У него было все в шоколаде. Он ее содержал, и это его не волновало. Но я не претендую. Опять же, есть ощущение, что здесь вы сравниваете себя с его бывшей. Это раз и два, как вы ему об этом говорили. Уже думал о том, что он себе как мужчина не может позволить, чтобы со мной было по-другому. Не знаю, ничего не понимаю. Вам и не надо понимать. Вам надо в себе разобраться. У меня есть такое ощущение, что вы по жизни не имеете цели. Вот вас и мотают туда-сюда. Вы-то сами по жизни куда идете. Кем вы себя видите? Как что хотите? Какой важен свой собственный путь в жизни? Он даже приехал два раза, чтобы посетить детьми в восемь лет. Вот опять. Подробность. К чему это подробность? Первый раз, когда я была в отъезде. Второй раз я ему написал о том, что следующее нам нужно встретиться. Он мне сказал нет. Но опять же, это история про избегание близостей. Извините еще раз за долгий рассказ. Вот обратите внимание, да? Фактически, вы пишете долгий рассказ. Но извиняйтесь. То есть, оспаривайте свое желание написать долгий рассказ. Я уверен, что вы живете так всю жизнь. Отсюда и ваша некоторая потерянность. Что делать? У меня такое чувство, что я схожу с ума. Что делать, чтобы что? На работе я пока не устроился. Я сидя в своем деле. Хочу попросить у него помощи. Но не... Поверьте, все валится из рук. Я на что не могу решиться. Даже на курс. Противоречия внутри. Все силы уходят на борьбу внутреннюю. Сестра советует выучить язык, но меня туда не тянет. Знаете, вначале будет трудно. Никто морально не поддержит. Я как будто все силы потерял. Да, они у вас тратятся на внутреннюю борьбу. Так. До этого работал, значит, дом держался на мне. Я живу с сестрой и ее мужем. У них наконец родился ребенок. Я не понял этого момента, потому что вы написали, что приехали посидеть в крестнице. И теперь вы говорите, что дом держится на мне. И так далее. То есть, есть ощущение, что это длительный-длительный период. Но вы говорите, что приехали к ним. Непонятно. Может быть, опять же, я чего-то упустил. Но это не важно. На самом деле. Вот. Правда, про себя совсем пришлось забыть. Так получилось. Не так получилось. Это ваш выбор. И я уверен, что такой выбор вы совершаете не впервые. Это тоже основание для того, чтобы быть потерянной по жизни. Возвращаться на прежнюю работу не хочу. Он отменял за 10 лет. Все ссылки вышло. Как вы это позволили? Как вы это допустили? Что это произошло? Это отсутствие заботы о себе. Не заботитесь. Я бы переехал и даже думаю у него помощи попросить. Думаю, не откажет. Но не могу, боюсь жить одна. А в чем проблема? В чем проблема? Проблема в том, что вы себя не принимаете. Не ради кого жить. Скорее всего. А для себя жить вы не умеете. Еще пожить никогда ни у кого ничего не просило. Все решалось. Она ведь безыгранных ситуаций не бывает. Правда. Ну, как видите, бывает. Прямо что помощи вы просите сейчас у нас. Бывает, как правило. Но вы не закончили мысль. Вы написали, что я боюсь жить одна. А дальше-то? Чего боитесь? То в этом. Хоп. И перескочили. Перескочили на другую. Это страх слабости. То, что вы никогда ни у кого ничего не просили. Это страх быть слабой. А сильные люди как раз таки не внимательны к тому, что с ними происходит. Так. Теперь сама застряла. Кстати, он и мой брат. Убэ. Тельцы по знаку зодиака. А этот здесь при чем? При чем? При чем? При чем здесь знак зодиака вообще? Вы это к чему? Опять же. Нервы, значит, чувствую, сдают. Раньше шла по жизни вперед. Вы здесь любые сказки. Мой найти выход. Ну, как видите, не из любой. Сейчас нервничаю по любому поводу. Пытаюсь, чтобы этого никто не занял. Я сильно. И все так воспринимаю. Меня всегда. Всегда. Посоветуйте хоть что-то. Если можете, спасибо. Советы психологи не дают, а вот то, что вы пытаетесь быть сильной, просто выделяется о том, что вы себя обманываете и обманываете окружающих, потому что по факту вы не такая. Учиться нужно, учиться быть не сильной и слабой, а учиться быть собой, замечательные чувства выражает их. Вот. Знакомиться с собой. Я бы сказал вам, что то, что может сделать психолог для вас, это познакомить вас с собой. Но это работа. Индивидуальная и, вероятно, длительная. Вот. А советов психологи не дают. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.